Грандиозный спортивный объект в 4000 квадратных метров. Проект поистине можно назвать уникальным. Единовременная пропускная способность комплекса 136 человек. Отмечу, сначала здание должно было выглядеть несколько иначе, но чем дальше, тем больше оно видоизменялось. В итоге на огромной площади, которая будет полностью использоваться, разместили залы для борьбы, гимнастики, настольного тенниса, игры в шахматы и шашки, а также целых два бассейна, взрослый и детский. Маленькая чаша бассейна, которая называется детская, 10х6 размером, 60 квадратных метров и глубина у нее до 1 метра. Большая чаша 25х11 и глубина в самом низком месте метр двадцать, в самом глубоком месте метр восемьдесят. Кстати, детский бассейн здесь появился не случайно. Из-за него даже площадь объекта пришлось увеличивать. Все построено со строгим учетом санитарных норм, рассказал мэр города Роберт Каминский. Она по Санпину должна быть, во-первых, на втором этаже, и там должна быть другая водоподготовка, вода должна быть теплее для детей, более обеззараживаться должна быть качественная вода. Это нужно в городах для того, чтобы детей обучать плаванию. То есть, если, допустим, бассейн чисто для взрослых, вот в Благовещенске такие есть бассейны, в МГУ, допустим, там студенты, там не нужно детей обучать плаванию, поэтому там всего одна ванна и бассейн получается в два раза меньше по размеру. Настоящая фишка этого спортивного комплекса – наличие двух раздевалок для футбольных команд. Их тоже спроектировали позже, чем появился первоначальный проект. Тем временем в бассейне предусмотрели буквально все. Помимо вещей глобальных, например, системы вентиляции и отопления, с умом подошли и к внутренней и внешней отделке. Оснастили здание различными удобными гаджетами. Тут у нас номерочки на каждом шкафчике. И на вахте тебе будут выдавать номер. Он будет твой. Ты подойдешь сюда, откроешь шкафчик, в котором ничего нет. То есть, там здесь ключик, да? Да, да. Открываешь его, развешиваешь все свое белье, переодеваешься, закрываешь и спокойно идешь купаться. Построить столь масштабный проект смогли за счет средств федеральных, региональных и денег муниципалитета. Теперь здесь практически все готово. И в скором времени комплекс откроет свои двери для посетителей. Все жители города спрашивают, как туда попасть, когда он откроется, первое, а второе, как туда попасть. Когда откроется, мы уже сказали. Здесь, конечно же, будут абонементы, могут предприятия выкупать абонементы. Будет разработано специальное муниципальное положение, потому что это будет муниципальный объект, не частный, естественно. Он будет работать в интересах всех жителей нашего города. В том числе для школьников, которые, как положено в уроках физкультуры, будут проходить и учиться здесь плаванием. Обучать плаванию будут тренеры. Их, кстати, планируют пригласить и из других населенных пунктов. Для школьников и спортсменов занятия в бассейне будут бесплатными. Остальные смогут приобрести абонемент. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Первый областной.